Добрый день, уважаемые зрители. Интерфакс Украина из Киева начинает пресс-конференцию с участием российских военных, которые захотели воевать в составе Легиона «Свобода России». Детальнее о Легионе мы сейчас узнаем от них. Вопросы задавать можно. И подробнее, пожалуйста, комментарий. Всем добрый день. Спасибо за то, что предоставили возможность выступить здесь. Я военнослужащий Российской Федерации. Как и многие другие, был отправлен на территорию Украины для выполнения так называемой спецоперации, как нам говорило наше доблестное командование. В первые дни наше подразделение было практически полностью уничтожено, так как оно попало под шквальный огонь. Так я попал в плен. Находясь в плену, я осознал, что на самом деле это никакая не спецоперация. Идет полномасштабное вторжение на территорию другого государства с целью установления своей власти, своего режима. На самом деле, в первые дни наше первые дни наше подразделение уничтожено, что наш уничтожен был сильным огнем. И я был captурен. И так быстро я понял, что, на самом деле, что происходит не так называемая спецоперация, но не так называемая полномасштабная инвазия в Украине, чтобы построить новый режим, новый государство здесь, по инвейдам. Пока я находился в плену, нас перевозили. Я видел такие города, как Ирпень, Буча, Гастомель. Города были полностью уничтожены. Стерты, можно сказать, с лица земли. И разрушена полностью инвеструктура. Ну и... As a prisoner of war I was transported and I saw those cities and towns of Ирпень, Буча and Гастомель. And those towns have been pretty much completely destroyed down to earth. And the whole infrastructure has been destroyed. Мы слышали, как многие мирные жители рассказывали, те, кто остался в живых, что из их домов, которые они годами обустраивали, жили в них, из их домов мародерство производилось вооруженными силами Российской Федерации под эгидой путинского режима. Выносили все вещи, пытаясь забрать с собой. И люди оставались без своих вещей, которые годами они заработали. We have heard from local innocent civilians who used to live there in their houses, which they were building and developing for years, that there have been marauders from the Russian military commanded by the Putin regime. And those marauders would steal chattels from those houses. And people would have, those civilians would have lost all their chattels. осознав всю картину происходящего, что это настоящий геноцид, я решил вступить в легион свободы России. В первую очередь я вступил для того, чтобы побороть путинско-фашистский режим у себя дома, у себя в стране. для того, чтобы можно было обеспечить счастливое будущее наших детей, наших внуков, побороться за их будущее у себя в стране. А также я понял для себя, что на самом деле здесь делают вооруженные силы Российской Федерации. And I realized that this is a real genocide. And then I decided to join this Freedom of Russia Legion. First of all, to fight against Putin's regime, to fight for the happy future for our children and grandchildren there at home. And also I have realized what the Russian military, the military of the Russian Federation has been doing here in Ukraine. Демократия. Да нет никакой демократии. Это просто иллюзия, созданная годами. Я бороюсь за это, для того, чтобы был свергнут путинский беспредел, чтобы люди могли вздохнуть полной грудью у нас в стране, чтобы могли свободно высказывать свое мнение, могли не молчать, боясь того, что их посадят, либо они будут оштрафованы, либо они будут запуганы, чтобы они жили свободно. Они говорят о демократии, но эта демократия это просто иллюзия, которая была создана за годы. И я хочу бороться против этого правильного путинского режима, чтобы люди были способны говорить свободно, чтобы вздохнуть свободно, без страха, что они были привыкли в пенсию, что они были вредны, что они были способны свободно говорить и вздохнуть. За одни сутки я узнал, что поступило более трехсот обращений для того, чтобы вступить в Легион. Желающих много, очень много. Я для тех, кто не знает, как вступить в Легион, я могу подсказать. Я научил, что в один день было более 300 аппликации для вступления Русской Легионы. И я могу сказать, что есть очень много людей, которые хотят присоединиться. И для тех, кто хочет присоединиться и не знает, как это делать, я могу дать вам информацию. Вы можете обратиться в любое посольство иностранного государства Украины, где находится посольство Украины, либо приехать на территорию Украины, обратиться к вооруженным силам Украины. Вы можете обратиться украинской эмбасси в любом стране, где есть украинская эмбасси, или вы можете прийти в Украину и познакомиться с Украинской силой. С вами проведу специальную проверку. Вы пройдете отбор. Конечно, не все так просто. Вы должны соответствовать физически, своим морально-деловым качествам, чтобы вас приняли в одно из подразделений, куда вы будете направлены. сотрудничество. Вы должны проходить специальную проверку, и будет выбираться. Вы должны соответствовать требованиям, в том числе физической и моральной параметры. И после вы получаете выбираться, вы будете отправлены в одной из унисов. Вместе мы сможем принести свободу российскому населению, свободу гражданам, которые могут высказаться право о том, что они думают. Вместе мы будем привести свободу к русскому народу, мы будем привести свободу к гражданам, чтобы они смогут говорить свободно, говорить о том, что они реально думают. У меня все. That's it. Пожалуйста, второй. Здравствуйте, уважаемая пресса. Спасибо за возможность выставить перед вами. Я сержант войск специального назначения, которого, как и всех, отправили на учение. Но, как оказалось после, на территории Украины, нас обманом втянули в войну. Здравствуйте, всем. Спасибо за возможность поговорить здесь. Я сержант специальные силы, русские специальные силы. Как и все остальные, я отправился в так называемую милитарную exercise. Но, потом, получилось, что мы были путем поднимались и мы были в этом войне, в этом войне. Продвигаясь в колонии, мы видели все зверства путинского режима. делающие солдатами Российской Федерации руками солдат. мародерства выносили из домов и хотели вести с собой как триумф на родину. также видел убийство мирных граждан, разрушение детских домов, больниц, роддомов, в которых прятался мирный народ Украины. Я также видел убийство и убитых и убитых уничтожение этих орфенов, хоспиталов, мотернительных домов, где убитых украинских сил. Также видел как Российская армия использовала заложников в лице мирных граждан как живые щиты. Также видел русская армия использовала эти сил. как хостега, использовала их как живую шилд. Тогда я принял для себя решение не вступать в бой с вооруженными силами Украины и сдаться в плен. В плену я узнал о существовании легиона свободы России, впоследствии чего вступил в него. После я уничтожил как пресенец в войну, я учил легион создан для борьбы с путинским режимом. Пройдя проверку специальную, я вступил все-таки в ряды легиона. К нам присматривались, нас проверяли. сначала все начиналось с мелких задач без оружия, после чего росло доверие и задачи были более сложные и уже с оружием. знания, полученные в российской армии за сроки моей службы я передал вооруженным силам Украины. Вся моя информация впоследствии подтвердилась в реальных боях с одержанием побед над оккупантскими группами. После чего было принято решение о увеличении численности легиона. также в наш легион уже даже входят наши братья белорусы. Белорусские братья в нашей легионе. Я обращаюсь сейчас ко всем гражданам и военнослужащим Российской Федерации. Вступайте в наш легион и вместе будем бороться с путинским режимом. И возможно когда-то войдем в свою уже свободную страну. У меня все. That's it. Здравствуйте. Хочу поблагодарить за возможность выступить перед вами и обратиться к военнослужащим Российской Федерации и гражданам Российской Федерации и не только. Я военнослужащий Российской Федерации. После того как я попал на территорию Украины был взят в плен мирными жителями. Находясь здесь я понял что здесь нет никакой специальной операции. Здесь идет самое что ни на есть настоящая война против мирного населения. Мне удалось побывать в городе Буча. Я своими глазами видел те ужасы которые российская армия там творила. Я своими глазами видел маленьких детей которые в буквальном смысле слова были разорваны. Это были маленькие девочки которым на вид не было даже десяти лет. Это были маленькие ни в чем неповинные дети. Я успел visit the city of Bucha and there I saw with my own eyes all those terrible atrocities committed by the Russian army. I saw little children killed there. Little innocent girls literally turned apart and those are just completely innocent children. находясь в плену я узнал о возможности вступить в легион Свобода России впоследствии в который и вступил обдумав все здесь несколько раз и приняв для себя это решение. When being a prisoner of war I learned about the opportunity to join the freedom of Russia and I then joined it. I thought about it more than once and I finally made this well thought of decision. I joined this legion in order to stop the deaths of civilians as soon as possible. The sooner this war comes to an end the sooner deaths of innocent civilians as well as the military people from both sides will stop. we told we have told the Ukrainian armed forces how Russian army's battalion tactical groups act. We were able to share this information because we personally participated more than once in various military exercises in Russia. after the investigation we entered the legion of Russia in which we continue to fight for the freedom and independence Russian in the Ukraine. After passing that check we joined freedom of Russia legion and now within this legion we fight we continue fighting for freedom of independence of Russian Federation we do it here in Ukraine. In our legion we have people who were active servicemen in the Russian military as well as those who had already been discharged people from Russian Federation but not only from their people who come and join us to fight against Putin's regime. I would like to address citizens of the Russian Federation but not only them I would like to address the military people who continue to be involved in this war in this military actions combat actions in Ukraine please think more and switch sides join the legion and jointly we will be able to stop Putin's regime. We hope that our citizens will help us to overthrow this regime. We do hope we sincerely hope that there are still some conscious people in the Russian Federation. that's it. Could you please clarify again those from the Russian military who are now involved in military actions within the territory of Ukraine, how are they able to join your freedom of Russian Legion? повторите вопрос еще раз. The Russian Federation, who are now involved in this war, how can they do it in the battle field now in combat action, what are they should do when they are in the battlefield now in combat action? What are they should do right now? I 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 Все эти осознанные люди из русской милиции, которые продолжают быть в этой войне, в этой милициональной деятельности в Украине, вы все равно имеете возможность расположить свои руки, вернуться и бороться за вашей будущей, joined the freedom of Russia Legion? Сейчас мой товарищ расскажет, какие проверки нужно будет пройти для того, чтобы попасть в Легион. Now my comrades will tell you what sort of checks you have to pass to join the Legion. Первоначальная стадия – это пройти детектор лжи на твою честность, правдивость, что ты действительно хочешь там по интересам искренности. Дальше с тобой работают психологи. Также смудрецт ваши физические качества, морально-психологические и профессиональная подготовка и обращение с оружием. После этих всех проверок приходит аттестационная комиссия и, по-моему, принимается решение. После всех этих проверок приходит аттестационная комиссия и, по-моему, решение выполнено. Все. Это все. Наши вопросы? Я украинской буду говорить. Скажите, можете ли вы говорите, где вы сами воювали, какие вы говорили про звірства, какие ученые Российские армии, что сами вы бачили? Could you name the locations where you were engaged in combat actions and you mentioned atrocities committed by the Russian army? So what sort of atrocities particularly, what have you seen? Можете ли вы говорить, где вы воевали и какие вы видели зверства? Мы видели последствия, мы видели то, что Российская армия творит во многих городах. Мы были в городе Буча, в городе Харьков, в городе Ирпень. Мы видели последствия. Мы видели последствия, что Российская армия делала здесь. Мы были в различных городах. Мы были в Буча, в Харьков, в Ирпень. Мы видели эти последствия. Можете ли вы уточнить, когда, какого числа, какая это была дата? При каких обстоятельствах получилось, что вы перешли в Легион свободы России? Мы не можем ответить на данный вопрос в целях своей безопасности и безопасности своих семей и родственников. Мы не можем ответить эту вопросу по причинам, которые связаны с нашим безопасностью и безопасностью наших родственников. Здравствуйте. По-английски лучше для меня. Я работаю для Wall Street Journal. И I'd like to know, I'd like to follow up on that question. What can you tell us to help us verify your story that you actually are former Russian army soldiers and officers? Я хотел бы спросить вас, что бы вы могли нам рассказать такого, что могло бы подтвердить рассказанные вами истории, подтвердить, что вы действительно бывшие военнослужащие, солдаты и офицеры Российской армии? Еще раз вопрос. Что бы вы могли рассказать нам? Ну, какие-то подробности, которые позволили бы подтвердить, что вы действительно бывшие солдаты и офицеры Российской армии, да? Ну, вот вы говорите, я был в Российской армии, а что вы там не актеры, грубо говоря, а… Мы можем назвать модели танков, модели оружия, которые Российская армия сейчас принимает на территории Украины. Мы можем назвать модели танков и других оружий, которые Российская армия сейчас использует в Украине. И это все? Это все? Опять же, повторюсь, в целях конфиденциальности сказать, какие подразделения, кто, где проходил, получается, кто служил. Мы не имеем права на это, потому что я переживаю за свою семью. Я хочу, чтобы моя семья жила свободно после того, как мы свергнем этот режим. Вы воевали где-нибудь за Украину? Мы выполняли различные задачи на территории Украины. Это были операции по задержанию диверсионных групп врага в лесах различных деревень, городов. Более подробные детали мы не можем. Это были миссии, чтобы соблюдать группы врага в лесах и городах. Мы не можем рассказать больше деталей. Я не хочу быть неполитым, но я говорил, и многие мои коллеги уже говорили, с людьми, которые уезжали в Легион, в Интернационной Легион. И многие из этих людей говорили нам много о том, где они борются. И они как-то доказали, что они были поддержки в этой войне на стороне Украины. Я не хочу быть неполитым, но это будет круто знать, если вы можете дать больше информации, чтобы мы можем верить, что вы действительно живете. Я не хочу звучать как-то невежливо, но просто я общался, и многие мои коллеги общались с многими представителями Интернационального Легиона. И те люди, они, в общем, делились достаточно много тем, где они воевали. И поэтому еще раз повторюсь, что не хочу звучать невежливо, но было бы замечательно, было бы очень полезно, если бы вы могли поделиться какими-то еще подробностями, чтобы подтвердить, что вы действительно те, кем себя называете. Дело в том, что у нас остались семьи в Российской Федерации. Выехать им оттуда не получается. Мы боимся за их безопасность, так как, если мы озвучим данные ответы на ваш вопрос, есть вероятность того, что наши семьи могут пострадать, поскольку наши семьи сейчас будут преследоваться в Российской Федерации. Вопрос в том, что у нас есть семьи в Российской Федерации, и, знаете, если мы... Но они не могут оставить это. И если мы ответим к вашим вопросам, то есть возможно, что наши семьи будут преследовать там, потому что они будут преследованы там в Российской Федерации. Лица, которые принимают и состоят в Легионе с иностранных государств, у них более лучшая защищенность семей, своих близких и родственников, нежели, как это обстоят дела с нами. Эти люди, которые участвуют и участвуют в активах этого Легиона, люди из других стран, они лучше защищены, и они имеют лучше ситуацию о себе и о своих семье и близких, чем о том, что мы имеем. Есть вопросы, коллеги? Что мы говорили перед тем, как вы сюда приехали? То есть, я хочу почути от вас. Вы видели тут, не знаю, неонацистов, ущемление русского языка. Вы видели все это? Что вы говорили перед тем, как вы приехали в Украину? Здесь, что вы видели? Ущемление русского языка. Увидели ли вы здесь? Неонацистов. Что вы перед этим говорили? Что вам говорили до того, как вы приехали в Украину? У 70% населения Российской Федерации мозг просто зазомбирован вот этим режимом, пропагандой. И на второй день, можно сказать, в первые дни мы поняли, что здесь нет ни нацистов, ни фашистов. Мирное население будет драться до последнего. Оно будет грызть землю, потому что пришли на их территорию, которые живут спокойно, мирно. И вооруженные силы Российской Федерации они здесь видеть не хотят. 70% из людей в России просто зазомбирован от этого режима, от этого пропаганды. И когда мы приехали здесь, на второй день, на первые дни, мы видим, что нет нацистов, нет фашистов. Мы просто видим, что цивилизм, люди, цивилизм, но они будут бороться за их территорию, за их страну, за всю свою энергию. Они будут, как мы называем это, уничтожить их землю, но они будут бороться, потому что они не хотят увидеть эту инвазию здесь. И другие тоже могут ответить? Да, были пропаганды по поводу, что здесь неонацисты и все тому подобное, наркоманы, убийства, детей насилуют. Но побывав здесь уже это время, подобного я ничего не видел. Общался с нормальными, адекватными людьми украинцами. То есть, все разумные люди, все за свое государство болеют. However, when being here, I haven't seen any of those things. I have spoken with normal, adequate people. Those ukrainians, they are all people of reason, and they are just concerned about their country. They are for their country. I got three questions quickly. How many are in your group? How many are in the legion, in their legion? Do they fight, I imagine they do, under control of the general staff of the Ukrainian armed forces? Подчиняетесь ли вы генштабу вооруженных сил Украины? And you mentioned that you have some belarusian soldiers within your group. They have their own group, apparently. They are people from Belarus who have their own group. Are they working together? Could they explain that a little bit more? And the third question. If you can, please explain a little bit more. You mentioned that in your legion are also the belarusians. But as we know, the belarusians are also similar to the legion group. Do you agree with that? If you can, please explain a little bit more. And please explain how it is related to the belarusians and the belarusians. And the belarusians are the legion group. Or what is it called? I can answer this question, that the first question is the number of people. It's a big number of people. I don't have the number of people. To answer your first question about numbers, I can say that there is a big number of people, but I am not entitled to quote any particular, any specific numbers. Regarding your other questions, again, I am not entitled to disclosing this information. Do you, please. If you know, Поделитесь, пожалуйста, известно ли вам, какой процент из российских военнослужащих ранее принимали участие в предыдущих так называемых специальных операциях России за границей в войнах в Сирии, в Чечне, из тех, кто теперь воюет здесь? Я могу сказать, что многие, можно сказать, большинство, за исключением срочников, которые послали сюда как мясо. Точное количество сказать сложно, поскольку в многих частях они есть, их нет, и их разное количество. Они есть, их нет? В некоторых частях они есть, в некоторых частях их нет. Поэтому сложно говорить за общее количество. Такое питание, че ви бачите ризницу между регионами России, так, и настроями военнослужащих с европейской частины, с азиатской, далеко-східной частины. И одразу питание на вздогин. Багато говорить про жорстокость саме вихідцев с далеко-сходу, або азиатской частины. Вы ту ризницу бачите? Вопрос. Можете ли вы что-то сказать? Видите ли вы какую-то разницу между настроениями людей из разных регионов России, европейской части России, азиатской, людей с Дальнего Востока? Ну, и в связи с этим, сразу вдогонку вопрос. Сейчас много регулярно говорят о каких-то жестокостях, совершаемых именно представителями, скажем, дальних этих дальневосточных регионов. Вот вы видите какую-то в этом смысле разницу? По настроениям различных регионов, скажу на ответ, более дальние регионы, они более не подвержены режиму. И на второй вопрос, который вы послали вдогонку, я скажу, что есть некоторые отдельные такие национальности, которые, можно сказать, живут еще в пещерном режиме, существуют, можно сказать, как будто бы еще в Средневековье. Для ответа ваша вторая вопрос, я бы сказал, что есть определенные этнические, которые, скажем, живут, скажем, в каких-то коверах, или в каких-то медиевых годах. Есть ли у вас в легионе солдаты военнослужащие, которые действительно из числа военнопленных российских, которые решили перейти и вступить в легион? Да, есть такие. Да, есть такие. Я хотел бы спросить, можно ли было бы в будущем связаться и, может быть, сделать интервью с кем-то из ваших коллег, которые были военнослужащие и решили вступить в легион? Они сейчас перед вами. Вы были военнослужащие? Да. Спасибо. Если вопросов у коллег больше нет, да. То есть, вы в троях были военнослужащие, или... Вы были военнослужащие, или все трое? Да. Риска, your family life, considering you were prisoners of war, and now you joined this legion, and maybe someone can actually recognize you. Не думаете ли вы, что вы подвергаете опасности жизни своих семей, учитывая, что вы были военнопленными, а теперь вы вступили в легион, ну и кто-то может вас узнать? Есть такая опаска, поэтому мы в балаклавах, в масках так называемых, и, ну, опасения все равно есть. There is that probability, there are those worries, that's why we wear those masks, those balaklavas, we do have those worries. Спасибо. Спасибо всем за то, что смотрели нас. Нас смотрело несколько тысяч. Thank you, everybody, for watching us. We have been watched by several thousand people. На табличках, указанных под трансляцией, будут указаны телеграм-канал, электронная почта, и для криптовалют адрес, если кто-то хочет присоединиться и помочь легиону свободы России. And under our video, our broadcast will show our telegram channel and all the data, and also the details for cryptocurrencies, if anybody wants to join and help the freedom of freedom for Russia Legion. Many thanks to all colleagues for their active involvement. Thank you. 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 Продолжение следует...